Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Продолжение следует... 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 В церемонии принимают участие члены организационного комитета, руководители органов государственного управления, представители дипломатических миссий, кредитованные в Республике Беларусь, представители СМИ, зарубежные гости, участники форума. Дамы и господа, слово для приветствия предоставляется министру энергетики Республики Беларусь, заместителю председателя организационного комитета форума Виктору Михайловичу Коранкевичу. Ladies and gentlemen, the welcoming speech is going to be read by Виктор Коранкевич, who is the Minister of Energy of the Republic of Belarus, and the Deputy Chairperson of the Organizing Committee of the Forum. Please let me on behalf of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus, and on my own behalf, to welcome here all the participants and visitors of the United States. of the 23rd Belarusian Energy Energy and Enquology Forum. Более чем за двухдесятилетний период данное мероприятие стало важным событием, которое привлекает в себе большого количества организаций белорусских производителей и зарубежных крупных зарубежных энергетических компаний. Белорусский энергетический и экономический форум также является... ...развитие топливного энергетического комплекса Беларуси нацелен на инновации, производство конкурентно-способной продукции при обеспечении надежного и эффективного энергопотребления потребителей реального сектора, экономики и населения. Республика Беларусь выступает также надежным партнером в тратите энергоресурсов по территории Республики Беларусь. ...активно участвует в снижении выбросов парниковых газов в окружающую среду. ...настигло высоким показателем использования топливно-аналетических ресурсов, открыто осуществляет информационное взаимодействие по различным актуальным вопросам, ...вделяя особое внимание развитию атомной электроэнергенции. Республика Беларусь был очень эффективен в сохранении резиленции и в строительной сообществе на различных отношениях, включая энергоресурсов. Желаю всем конструктивного диалога, работы здесь на этом форуме, открытых содержательных дискуссий, поиск новых партнеров и заключение деловых контрактов. Спасибо. ...предоставляется первому заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Виталиевне Малкиной. ...предоставляется первому заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех участников выставки и двадцать месяцев Беларуського Экологического Форума. Уже стало традиционным, что в середине осени на этой площадке встречаются партнеры, казалось бы, со стороны предоставляющие абсолютно несовместимые интересы и вместе с тем пытающиеся достичь глобальных устойчивых целей. ...предоставляющиеся в следующем году мы можем видеть платформу, где, в общем, очень простые статей полицы, присоединиться в том, чтобы обсудить проблемы глобальных устойчивых целей. Я смотрю на сегодняшних участников выставки и сама вынуждена себе признаться, что Беларусь незаметно для нас изгадкового темпа крепотилась прекрасного лекарства. Мы не только можем выступать частыми площадками для поиска партнеров, как в энергетической, так и в экологической безопасности. Но мы и сами можем показать мировому сообществу те достижения, которые являются действительно лицом нашей экономической, стратегической, политической воли. Я всем участникам выставки желаю удачного контракта и яркого, солнечного, осеннего и праздника. Спасибо. 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 Уважаемые дамы и господа, для участия в торжественной церемонии открытия 23-го энергетического и экологического форума на подиум приглашается исполнительный директор немецкого энергетического агентства ДЭНа Кристина Хаверкамп. И сейчас мы приглашаем к статусу для открытой церемонии открытия генеральной агентства ДЭНа Кристина Хаверкамп. И сейчас мы приглашаем к статусу для открытия генеральной агентства ДЭНа Кристина Хаверкамп. И сейчас мы приглашаем к статусу для открытия генеральной агентства ДЭНа Кристина Хаверкамп. Дорогие партнеры, господа и организаторы форума. В том числе и секретаря КИС, пожалуйста, я приглашаю вас к статусу для открытия генеральной агентства и экологического форума. Генеральная агентства ДЭНа Кристина Хаверкамп. Это одна из вещей, которая выбирает мультиберальная агентства. Но мы не должны предупредить факт, что есть эффективные влияния на генеральную агентства. Это ты? Для стран Содружества принципиально важным является достижение устойчивого баланса между сохранением окружающей среды и экономическим развитием. Именно поэтому вопросы эффективного использования природных ресурсов и их охраны от источников и загрязнения в условиях роста промышленного производства находят свое отражение в документах, принимаемых органами Содружества. И сегодня, чтобы улучшить баланс и сохранение между экологией и экономией, мы должны предупредить, что мы не забываем эффективный использование природных ресурсов, без управляющих будущего жизни от развития экономики. В этих целях осуществляются меры по повышению многоэффективности экономики и диверсикации источников энергии. Особую актуальность приобретает взаимодействие в области энергосбережения, в том числе по вопросам совместного разработки энергосберегающей технологии и производства энергосберегающего оборудования. Сегодняшний форум в очередной раз предоставляет вам уникальную возможность обменяться накопленным опытом. в области комплексного использования энергетических ресурсов, обеспечения экологической безопасности при строительстве и эксплуатации объектов энергетики, объединение усилия по смягчению последствий техногенных экологических катастроф. Сегодняшний форум – уникальная возможность для всех нас практиковать различные вопросы, связанные с энергосбережением энергии, и для того, чтобы митиковать негативные последствия, которые могут появиться. Убежден, что рассмотрение на форуме широкого спектра актуальных вопросов несет свой вклад в укрепление международного сотрудничества в энергетической сфере, позволит выработать согласованные решения по снижению негативного влияния человека и экономики на окружающую среду, поддержанию устойчивого баланса на экологическом и безопасном уровне. И я уверен, что сегодняшний форум ответит много вопросов интернациональной корпорации в сфере энергии, чтобы митиковать негативные последствия и влияние на оборудование, и это позволит убедиться в будущем. Желаю всем участникам форума благополучия и всего самого доброго. С уважением, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев. И я бы хотел бы пожелать всем участникам форума благополучия и благополучия всех вас. Почетное право открыть 23-й Белорусский энергетический и экологический форум предоставляется. Каранкевичу Виктору Михайловичу, министру энергетики Республики Беларусь. И я Витальевне Малкиной, первому заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. И я Малкина, первому заместителю председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Валентин Татаринский, First Deputy Chair of the State Committee for Standardization of the Republic of Belarus. Леониду Васильевичу Шинцу, директору департамента по энергетике Евразийской экономической комиссии. Леонид Шинец, Director of the Energy Department of the Eurasian Economic Commission. Мэлсаду Исаевичу Халимову, заместителю директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам исполнительного комитета СНГ. Мэлсад Халимов, Deputy Director of the Department for a Cooperation in the Field of Security and Contradicting New Challenges and Threats of the Executive Committee of the CIS. Николаю Анатольевичу Асаулу, торговому представителю Российской Федерации в Республике Беларусь. Николаю Асаулу, Trade Representative of the Russian Federation to the Republic of Belarus. Исполнительному директору немецкого энергетического агентства ДЭНа Кристине Хаверкамп. Кристине Хаверкамп, Executive Director of the ДЭНа German Energy Agency. Кристине Хаверкамп, Executive Director of the United States 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 of the United States. Уважаемые участники и гости, 23-й Белорусский энергетический и экологический форум считается открытым. Достановлены гости и подписчики, 23-й Белорусский энергетический и экологический форум сейчас открыт. Субтитры создавал DimaTorzok На проспекте победителей 20 в корпус 2 в футбольном манеже состоялось открытие выставки Energy Expo. Будут представлены более 300 организаций из 15 стран мира. То, что вы увидите в ближайшие 4 дня будет определять нашу жизнь. То, что покажется нам сегодня фантастическим, завтра станет обыденным и очень полезным. Смотрите нас, приезжайте сюда. Прямые трансляции, прямое включение. Подписывайтесь на нас и вы не пожалеете об этом. Всего сейчас попробую взять у кого-то интервью. Есть вопросы? Да, да. Диктор Михайлович, добрый день. Мы знаем, что после этого открытия прошла динарная сессия по целям источного развития. Вообще, насколько политика Беларуси в сфере энергетики соответствует этим целям? К чему вы пришли на эту динарную сессию? Ну, полностью соответствует. Это устойчивое развитие энергосистемы, повышение эффективности, внедрение инновационных технологий в энергетику, эктоэкология. Опять же, мы говорим о том, что современные технологии, внедрение возобновляемых источников энергии, опять же, использование атома в мирных целях, это как раз и есть возможность и внедрения эффективных технологий, и снижения выбросов парникового газа в атмосфере. То есть это и экология, и энергетика. То есть экология, и энергетика, это друг с другом? Они, я считаю, что они вместе идут, друг с другом. А проявлено инноваций вот это, что на выставке? Что на выставке может попасть? Ну, по инновациям мы, я думаю, пройдемся, как раз все увидим. И я думаю, что сегодня отдельная компания нас удивят, и мы действительно увидим, что из инновационного нового за последний год появилось. Виктор Павлович, а существуют ли опасения все-таки о том, что сроки ввода первого энергоплока Беларусской Адреса будут вновь сдвинуты, о чем президент Пукашенко говорил недавно? Есть график. Генподрядчик и заказчик четко работают по этому графику. Еженедельно они отслеживают и сверяются на своих рабочих совещаниях в штабах. Поэтому все идет в графике, и этот график должен быть соблюден. Сроки есть, они оговорены, они должны быть соблюдены. Скажите, а что касается ставки по кредитам? Ну, я бы сказал, что эти переговоры идут на уровне профильных министерств, это министерств финансов. Пока рано что-то говорить, но такие, действительно, они сформированы, направлены. Лучше данный вопрос может прокомментировать министерство финансов Республики Беларусь. Нас будут привлекать к обсуждению этих вопросов. Мы будем тоже со своей стороны активно участвовать в этих переговорах. Они сейчас дополнительный пакет документов формируются и будут направлены в ближайшее время. Скажите, а с российской стороной сейчас идут какие-то вопросы по определению формы цены на газ 20-25 годов? Ну, я бы хотел сказать немножко по-другому. В настоящее время в исполнении поручений вице-премьеров двух стран созданы рабочие группы Российской Федерации Республики Беларусь с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить и нести предложение по внесению протокол международный по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года. Там же могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы, но это пока на начальной стадии организована эта работа по подготовке соответствующего протокола. И хочу напомнить, что с учетом договоренности, достигнутых в апреле, 13 апреля 2017 года, такой документ должен быть подготовлен до 1 июля 2019 года. На выставке будет 300 участников. Вот вас не как членовника, а как гражданина. Какие стенды больше всего интересуют? Что будет полезно всем? Не только, скажем, организаторам и участникам, но и просто гражданам? Я думаю, будут полезны все стенды, потому что здесь, я думаю, случайных компаний нет, и они, каждый старается в своей области предоставить новые, свои последние технологии. Это и вопросы производства энергоресурсов, повышения эффективности с использованием традиционных. Здесь, наверное, будут и предложения по возобновляемым источникам энергии, какие последние технологии есть. Опять же, мы не должны забывать и про инфраструктуру. Развитие инфраструктуры, цифровизация, автоматизация, это также здесь отражено на этих стендах, и мы тоже должны будем увидеть последние технологии. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok